Что такое дядя? Дядя это тот человек, ну практически как отец. К сожалению, отца-то нормального у меня и не было, поэтому у меня возникли некоторые большие-большие проблемы в жизни. Был бы отец, он бы мне все это дело ровно разрулил. А вот не получается. Но у меня получается общение с моим любимым детьми Сережей. Мало-то у меня было много дядь, хороших дядь, красивых дядь, на которых я, ну точнее, которым я помогал работать. И отношения у меня то же самое. Я не люблю вот эти присказки с именами и отчествами, это возможно, да, но мне это дело не нравится. Потому что давайте все-таки определимся, что такое дядя. Дядя это человек умнее, чем я, но дядя иногда тоже прислушивается ко мне. Правильное решение. То, что у нас сейчас творится, я естественно поддерживаю. Вы понимаете, вопрос в чем заключается? Жила одна территория, которая в свое время очень сильно дергала у нас газ. Жила она и хорошо, и красиво была. Я там был, естественно. Последний раз я был в 2006 году. Ну или из той же оперы, не помню. То ли в 2005, то ли в 2006. Мы были рядышком с Чебар... Ну, с этим самым на Че. Да-да-да-да-да. Ну где у нас все побахнуло? Были там, рядышком. Воуруче. С Чернобылем. Там до Чернобыля 70 километров было. Заехали. Ну, конечно, красиво. Такое качественное разгильдяйство. Оно мне реально нравится, поверьте мне. А что после-то изменилось? Вам что было плохо, так же жить спокойненько? То есть мы могли спокойненько проехать, доехать спокойненько и до Молдавии. Ну, зачем? То есть 8 лет последних я сижу в городе Магнитогорске, хотя мог бы съездить и в Молдавию, потому что у меня там молдавские корни. Вот. Это отдельная тема. То есть другая тема. То есть зачем вот нужны были всякие вещи под названием перевороты? Ну, этого не было. Этого нельзя было допустить. А затем уже нацисты. Я все прекрасно понимаю, но, ребят, ну, мне это не нравится. Может, это кому-то нравится, а мне не нравится. Я категорически был противник, но люди ушли. То есть в свое время, как бы вам сказать, и это тоже было на территории Российской Федерации, Сибирский округ, ну, в смысле, Урал, Сибирский округ хотели уйти. Но возник вопрос, а как вы будете перемещать грузы свои? Да никак. Вот и все. И поэтому мы не вернулись на круги свои. Мы избрали своего качественного президента. И если честно, я бы порекомендовал ему остаться там до бесконечности. Потому что сколько у нас людей мы выбирали? Да сколько мы их выбирали? Ну, если вспомним еще и царей, если вспомним еще и председателей правительства, генеральных директоров, в смысле, оттудово. То есть давайте все-таки про это дело забудем. Мы всегда жили, и нам не нужны были вот эти тараканы и косяки. Нет. Зачем? Естественно, возникают некоторые вопросы. Вопрос, естественно, у меня, в принципе, очевиден. Их два или три, господи, боже мой. Первоначально, конечно, я противник нашей пенсионной реформы. Что вы это дело смогли увидеть? У меня есть определенный сюжет, и вы можете посмотреть. То бишь при температуре окружающей среды в 70 градусов, жить здесь после 50, это небольшая проблемка. Вы знаете, да? То есть температура зимой падает до минус 35, а летом поднимается до плюс 45. Так неплохое, да? Слегонца, да? Такая погодочка никакая. Такая, прямо ровненькая погода, прямо именно такая же погода, вот есть на экваторе, да? Или нет? То есть мы не можем это жить. Это раз. Вопрос номер другой, естественно. Ну, опять же, вот почему мы не можем ездить на хороших машинах? Это отдельная тема беседы. Мы с Максимом как-то об этой вещи говорили, именно тогда, когда началась программа автостопа, это год-то был 2000. Второй, когда ценники и были уже привязаны к литражу автомобилей, это была отдельная тема. То есть я не въезжаю, почему нет? То есть дайте людям спокойненько ездить на больших машинах, они хоть будут топливо жрать. Что-то вот я, может быть, что-то с головой у меня сложности? Может быть, не знаю. Но, конечно, хотелось бы вернуться на круги своя. И, если честно, если честно, ну, я не против растаможки, но зачем люди вот это дело переплачивают, беря здесь такие машины, я тоже не доезжаю. Отдельная тема. Ну, и самая крутая тема, это то, что мы сейчас сделали. Мы сейчас всех заставили покупать рубли. Круто, да вообще круто. Я бы рекомендовал бы, все-таки, если мы возвращаемся на круги своя, если у нас будет замечательный наш... Ну, как оно и было раньше-то. Мы что-то когда-то раньше выбирали. Нет, конечно, никогда не выбирали. Он же, может быть, сказать правильное решение. То есть, сейчас, если рубли-то отбрезать, то получается, что доллар, ну, можно это сделать, нули. И получается, что один рубль будет стоить как 53 копейки. Доллар, я имею в виду. В смысле, один рубль будет стоить как 59 копеек рубля. Да легко, нули уберите, все. То же самое получится. И вернуться на круги своя. Но возникает вопрос. Мы, конечно, там в спецоперации. Хорошо, спецоперация. Но в некотором смысле, то есть, мы о чем будем говорить? В этой специализированной операции умирают просто. Вдруг люди обыкновенно, не человеки от армии. Это жизнь наша. То есть, если ты пошел в армию, ты должен подписать договор, что ты работаешь. Я, именно я, офицер. Потому что я занимался на военной кафедре, брал присягу. И если бы не операция, то как бы, ну, можно было пойти и туда. Но вопрос возникает другой. Это мы, кто пришли туда, так и даем свою присягу, что мы готовы отдать свою жизнь за благополучие нашей нации. Это железобетонное правило. Мы это делали. И тут даже не квакайте. Но почему в этой жизни, да, почему в этой жизни, ну, почему в этой жизни умирают наши человеки? Я не доезжаю. То есть, может быть, в принципе, это некоторая другая часть операции. И даже если это война, в войне кто, у кого проблемы в этой войне? Естественно, у человека у нас с вами, естественно. У меня вот в Миндяке, ну, ушел, подписал договор. К сожалению, убили. Ну, бывают такие. Это война, господа мои. Это война. Поэтому не надо ничего говорить. Война, так война. И кто страдает? Страдает мирное население. Мирное население страдает. Но мы сейчас все это дело обернули на круги своем. Показали, что рубль укрепляется и укрепляется хорошо. Но вот возникает проблема. То бишь, как бы вам сказать. Сейчас я вам покажу. Тут не сильно-то и много. То есть, я сегодня утречком решил что-то купить. То есть, мне вот, ну, срочно необходимо переслать деньги. К сожалению, в этом месте берут только евро. Я не противник. Я смотрю. Красиво. То есть, евро уже меньше 60 рублей. Красиво, да? Красиво. То есть, я бы хотел купить это евро. Чтобы просто перегнать его. Правильно? Ну, правильно я же говорю. Ну, или я не прав. Я захожу в банк и вот смотрю. Только что-то немножко, я немножко вот, вот, просто у меня просто все это дело падает куда-то. Я что-то не доезжаю, о чем идет речь. Да, 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 да. Я сегодня пришел. Вот. Сейчас я вам покажу. То есть, вы тут не увидите. Я специально сделал покрасивее. Естественно. Вот так. И вот это было интересно. То бишь, это курсы покупки, а это курсы продажи. То есть, я как-то зашел в один банк, в котором у меня карточка. Это был Альфа-банк. Вау. Ну, посмотрел, что, в принципе, сумма должна быть из-за разряда 60 с небольшим рублей. Ну, за покупку. Ну, я думаю, ну, может быть, продажи там 65. Только смотрю, в этом Альфа-банке покупка 60-38, а продажи. Так, терпение. Сели? Все сели. Ну, я надеюсь, все сели, да? Кто-то может лежать, естественно, если такая возможность посмотреть. Чуть выше. Покупка 95 рублей. Продажи. Это что такое? Это. Это отдельная тема. Тут еще такая штука, как Банк Финам. Покупает по 60, а продает по 120. Вы что там делаете, господин? Господа, вы, во-первых, давайте все-таки определимся, что такое банки. Банки в Российской Федерации – это мерзость, это отморозки. Это много тех вещей, которые я бы еще сказал. Есть еще там похуже товарищей, естественно, которые нас измываются над нами. Представляете, да? Я еще раз говорю, даже если вы будете кредиты брать, кредиты никогда под копеечные проценты не давались. Единственное, там идет страховка и все остальное. Это все бред. Это реальный бред, когда вам раздевают. Сказки по ушам проезжают. Это реальный, реальный, еще раз говорю, реальный бред. Бред, ну, к этому бреду включаются вот эти ценники, и мы просто… Я даже зашел в другой банк. О, другой банк. Ну, я посмотрел, ну, ладно. То есть тут, как бы, может быть, ну, может быть, покупка идет поменьше, но продажа, думаю, примерно стоит. Захожу в Сбербанк. Это, 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 ну, я понимаю прекрасно, что вот эти понты про то, что истории Сбербанка – это четкий проезд, потому что сама история Сбербанка, и вот она вообще как бы не игр российская. В смысле, это не государственная структура, это отдельная структура. Вы не знали, я расскажу, да-да, возьмите интернет, посмотрите. Но, к сожалению, сейчас того интернета нет, потому что, ну, подрезали нам Америку онлайн. Это был самый нормальный поисковик, потому что, я еще раз говорю, на русском языке в мире говорят всего 3% населения. Так, между нами. А все остальное, как бы, большая часть на английском, естественно. И вот они все это дело вам показывают, что Сбербанк – это обыкновенная частная структура. Сбербанк – это такие же ценники, да вы что там, вы об чем? Я был бы сторонник, вот это все убирать. То есть, есть один банк, небольшая, ну, так. Это вот выкинуть все к едрене феи, куда они пойдут, это их лично проблемы. Они не нравятся, куда, да вперед из песни, куда хотите, туда и топайте. Убрать это все, это все ненужные вещи, вы понимаете, что это ненужные вещи. Для того, чтобы убрать все это дело и вернуться на круги своя, 2-3 грамотных указа, перевод денег в нормальные качественные банки с государственной поддержкой, и все, и все, и весь мир, вся Россия вам скажет огромное спасибо, так же, как сделали огромное спасибо тем олигархам, понимаете. У нас все это дело вращается вокруг олигархов, их всего 300 человек. Вы даже не представляете, что это те люди, которые не падают, естественно. Но, тем не менее, если у нас в городе Магнитогорске есть один мой хороший дядя, по-другому я его не буду говорить, так он хоть в городе Магнитогорске, вы обратите внимание, что этот город Магнитогорск работает, он этот город не бросает, понимаете. Он этот город не бросает. Это сейчас остальные центры подтянулись к городу Магнитогорску, а город Магнитогорск качественными дорогами был еще, извините, в 90-х годах прошлого века. Да-да-да-да-да-да-да. Вы не помните? Надо вспомнить и надо это дело посмотреть. Мало того, как посмотреть, какой город-то. То есть в городе реально стало в разы меньше труп. Да, и в городе, я уже вижу, раньше не было горизонт, а сейчас есть. То бишь, вот наши правила, я что-то не въезжаю, банкиры на нас деньги имеют, может быть их куда-нибудь отправить, а? Или я не прав?